У накладного кармана есть цельнокройная обтачка, которая выкроена в зеркальном отражении относительно верхнего края кармана. Если я уберу иголочки, мы увидим, что когда карман буду обрабатывать изогну эту обтачку, то здесь она получается абсолютно ровная. Лекала уже с припусками на швы, поэтому здесь будет подкладочная ткань, так как мы делаем карман на пальто на подкладке накладной. Нужно выкроить здесь, по этому лекалу, где нет обтачки, подкладочную ткань и плюс припуск на шов. То есть этот припуск на шов убрали и выкроили только вот эту часть с подкладки, но плюс также сантиметровый припуск на шов. Я уже обвела все с припусками на швы, поэтому я могу булавочки убрать и вырезаем деталь кармана. Ткань сложена лицевыми сторонами внутрь, просто начинаем вырезать. Ткань сложена лицевыми сторонами внутрь, просто начинаем вырезать. Продолжение следует... Продолжение следует... теперь мне нужно сложить подкладку с карманом лицевыми сторонами моя сторона лицевая это светлее которая значит мне нужно убрать эту подкладочку здесь лицевая сторона осталась и убираем эту подкладочку и складываем лицевыми сторонами аккуратно скалывая булавочками начало конец и посередине обязательно все это делаем на столе не на весу не на руках скололи аккуратненько выправили чтобы все в спокойном состоянии лежала спокойно без всяких волн теперь идем на прямо строчную машину и стачиваем вот по этому шву подкладку вместе с карманом и Субтитры сделал DimaTorzok После этого мы подкладочку заутюживаем наверх и здесь внимание, если у вас накладной карман, который будет накладываться полностью и пришиваться с трех сторон, тогда здесь нужно оставить дырочку для выворачивания. Делаем строчку, закрепка, перескакиваем, закрепка, строчка. Мой карман одним своим боком, вот этой короткой частью, будет вшит в боковой шов. Поэтому для меня сейчас нужно отвернуть карман, лицо с лицом снова сложить, аккуратненько все это сколоть. Здесь карман загибается ровно по линии сгиба. И если карман накладной уходит в боковой шов, тогда мне нужно отстрочить его, сейчас будет подкладочку и сам карман с двух сторон. Если у вас карман накладной будет пристрачиваться с трех сторон на изделие, значит вы должны сделать три строчки и потом вывернуть через отверстие, которое у вас осталось. А потом это отверстие вручную зашить под тайными стежками. И теперь идем на прямострочную машину. И прокладываем строчку с двух сторон. С длинной я буду стороны прокладывать и по низу. Здесь закрепка, здесь закрепка. Эту сторону оставляю свободной и буду выворачивать карман через эту сторону. Идем на прямострочную машину. Идем на прямострочную машину. После стачивания проутюжили для стабилизации строчки просто сверху. И теперь нужно вывернуть этот карман. Но чтобы вывернуть здесь, нужно уголочек срезать наискосочек. Вот таким образом. И здесь не срежьте строчку, аккуратненько. Теперь выворачиваем аккуратно. Закладываем уголочек вот так ручками, пальчиком придерживаем и выворачиваем. Также здесь уголочек закладываем так, так. И пальчиками вот туда просовываем. Теперь нужно деревянным колышком или с таким углом, или с таким углом аккуратно выправить уголочек. Здесь больше такой угол подходит. И заутюжить верхний срез, верхний сгиб, вернее, кармана. Так, здесь еще подправим немного. Можно вставить колышко и прямо утюжить вместе с колышком. Нет, этот не подходит. Здесь слишком острый угол, не 90 градусов. Можно прямо колышко вставить, и чтобы он четкий получился, вместе с колышком проутюжить. Потом колышко убрать и еще раз проутюжить. Сейчас мы проутюживаем здесь, здесь. Но для этого здесь, здесь и здесь нужно выметать полностью по краю карманчик. Чтобы никуда ничего не уехало. Потому что нашу подкладку не должно быть видно с перекатиком наизнанку. Специально взяла контрастную нитку, чтобы вам было видно. Лучше, конечно, брать в цвет, потому что кое-где может не убраться. И что такое с перекатиком наизнанку? Чтобы ни в коем случае с лица не было видно нашей подкладки. То есть небольшой перекат. Вот такой, чтобы 1-2 миллиметра. Видно вам? 1-2 миллиметра перекат был основной ткани наизнанку. И очень аккуратно, меленькими стежками мы этот перекат фиксируем. С меткой. Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки пока оставлю свободным этот край, сейчас отутюжу, вот так вот, и здесь осноровку сделаю, если вылезет 2-3 мм, подрежу подкладочку. Поэтому делаю здесь закрепку в конце, иду на утюг, это все отутюжить, и будем уже накладывать на основное изделие карман, и его настрачивать. Как я и говорила, что после утюжки может выйти здесь излишек, мы сейчас осноровим. Осноровка это подрезание уже каких-то излишков, которые точно не ошибка, а от влажной, например, тепловой обработки здесь произошла. От того, что мы делали 2 мм перекатик. Все, теперь у нас ровненький, хорошенький кармашек получился. Мы берем полочку, накладываем, отмечаем, во-первых, место точно, где должен быть этот карман. Я уже отметила, что начало здесь, и почему я отмелила 1 см, потому что припуск 2 см я делала на корректировку, если она понадобится. Она не понадобилась, я срежу 1 см, но сейчас вот настрачивать буду его таким образом, что 1 см я не беру в расчет. То есть кладу ровно, где он должен начаться, и где должен лежать. Накалываем. Кто сомневается, может сметать, наметать его, вернее, в карман. И сейчас нужно... Так, я проверю сейчас прямой угол. Вот так вот, прямой угол должен быть. У меня вот эта линия абсолютно ровная, поэтому я прямой угол выкладываю. Она вертикальная, без расширения, без заужения. Значит, так должен лежать кармашек. Или можно по лекалу переносить основные точки. Бывает, что хочется, чтобы кармашек отступал немного от пальто. Но тогда сознательно 5 мм, 1 см, ой, 1 см, 5 мм или 1 см, вот здесь мы верхнюю часть немножко двигаем, но это нужно было запроектировать в самом кармане, когда мы еще делали лекало. То есть его расширить верхний край на, например, 1 см, чтобы потом, когда мы поставили строго вертикально линию, этот см вышел вот такой излишек. Я это не проектировала, поэтому буду делать карман прилегающий. Пальто свободного кроя здесь и так будет место. Но если пальто не свободного кроя, то лучше все-таки 1 см ручей здесь, чтобы было удобно руку в карман класть. И все. Сейчас нужно, я еще проверю, девочки, камеру выключу. Ну давайте хотя покажу. Смотрите, ну это я просто знаю по моему крою, что здесь должно быть ровно, потому что под борт, борт вернее, борт абсолютно тоже вертикальный, поэтому здесь 20,5 см. И здесь проверяю, как я положила, вот 20, то есть немножко ткань подрастянулась. Так, 20,5 см это вот так. То есть небольшой зазорчик у меня тоже получается 3 мм. Ну нет, ничего не получается, ткань такая, ее как положишь, она так и ляжет. То есть вот 20,5 см отсюда одинаково, оттуда все нормально, нет никакого зазорчика. Но это нужно было проверить, чтобы здесь абсолютно вертикаль была у кармана. Так, еще раз проверю. Ну что проверю, давайте начерчу. Здесь сколько получилось. Можно по лекалу это проверить. 20,5 см. Значит и здесь. 20,5 см. И вот так и должна выложить карман. Потом, после утюжки, он подсядет маленечко. Все. Здесь прямой угол, здесь вертикаль. Теперь на машине, за крепкой, настрачиваем карман, поворачиваем здесь на углу, также с двух сторон. Сколько отступать, дело ваше, решайте, как будет красиво на вашем пальто. Сколько отступать, ну совсем далеко не нужно отступать, и совсем мало не нужно, это пальтовая ткань. То есть, ну я думаю, миллиметра 3-4 отступить. Сейчас посмотрю, будет как ложиться, и уже решу, прям на машине. Продолжение следует... Итак, карман настрочен, хорошо отутюжен, застояла их портновскими колодками, чтобы он стал плоский, красивый, как в покупных изделиях. Теперь можно все почеркушки убрать маркером. Такой маркер продается у нас в магазине школьном, фурнитурой принадлежности для шитья. Здесь есть другая сторона, которая светлая, она эти почеркушечки с легкостью убирает. То есть, можно стереть почеркушки. А они также так, это что маркер для ткани с корректором самоисчезающий. То есть, он еще через какое-то время, в принципе, и сам исчезнет. Вот эту вот штуку я покажу вам, чтобы вы просто видели, что можно его истереть, а можно подождать, когда он сам исчезнет. Здесь мне не мешают вот эти метки, потому что я все равно этот сантиметр буду срезать. Все, наш кармашек готов. Теперь задача точно такое же сделать на противоположной полочке, чтобы точно так же хорошо он лежал. Главное проверять все расстояния, чтобы он лежал абсолютно так, как у вас на выкройке. Нанесен, обозначен. Можно на выкройке точечки проколоть, приложить и в точечки этим же маркером, точки поставить всех углов. И даже вот на этих стенках тоже точки поставить, где он должен быть пришит. Потому что пока новички шьют, у них может выгнуться вот эта часть, и они смотрятся не квадратными или не под 90 градусов угол. Вот эта часть может выгнуться. Ткань она такая, она пластичная, она от утюга может ездить туда-сюда. А наша задача сделать абсолютно здесь ровно, здесь ровно, чтобы все под линейку было, без выгнутостей. И от таких мелочей, как хорошо приутюженные изделия, плоские швы, ровно все отступлено везде, симметричность полная левого, правого кармана, как раз таки и делают вид изделия, как сделано на фабрике. То есть нет самошив. Понятно, что самошив-то неплохо, но есть такие виды, такие работы, когда смотришь и видно, что самошив. Вот этого не должно быть видно, должно быть все четко и красиво. Все, шьем накладные карманы с удовольствием. Продолжение следует...